Пару дней назад я увидел игру Корсары Пираты Карибского моря. Я не фанат серии, поэтому слышал о ней, но не видел. И вот одного первого взгляда хватило, чтобы понять, что Корсары ПКМ и Корсары Каждому Свою это первые и последние точки того, что мы называем Корсарами. Поэтому мне стало очень любопытно посмотреть, а также я подумал, почему бы не снять это любопытство. Действие игры начинается в каюте какого-то корабля. И главному герою, которым является Натаниэль Хоук, подходит его боссман Малькольм Хатчер и просит его надеть сначала найти, а потом надеть предметы, которые потребуются Натаниэлю. В общем, я особо комментировать все это не буду, потому что, уверен, даже те, кто этого никогда не видел, легко могут прочитать и понять, о чем идет речь. Видим, что эти предметы можно, соответственно, надеть сразу. Такие же лечилки, такие же сабли, такие же пистолеты, какие в общем в других сериях, вернее в других частях этой самой серии. Такие же способности, такие же навыки. Видим, что в данном случае Натаниэль будет выбирать навык основной защиты, такую способность. Также он прокачал навык фехтования. Сейчас, соответственно, будет урок от Малькольма. Пока будет проходить этот урок, я, собственно, продолжу, по какому поводу я снимаю эту серию. В общем, я хочу сразу сказать, что для меня игры делятся не на новые и старые, а на интересные и неинтересные. Поэтому в этом плане аргументы, какого года, эта игра для меня вообще не очень состоятельна. И когда я первый раз увидел, именно увидел эту игру, я был шокирован двумя обстоятельствами. Во-первых, тем, что геймплей или скелет того, что мы называем понятием Корсара, не претерпел никаких изменений за 12 лет. Ну, пусть просто вообще никаких. Все те же острова, море, глобальная и боевая карта, таверны, верфи, магазины, джунгли, нации и так далее. То есть сам вот скелет или геймплей, он остался абсолютно тем же самым. И второе обстоятельство, которое меня несколько шокировало, это то, что графика пиратов Карибского моря, она практически идентична графике Корсаров Каждому Своё. И я скажу, что для меня это скорее не приговор Корсарам Каждому Своё, а прежде всего большой комплимент в адрес Корсаров, вернее, пиратов Карибского моря. С другой стороны, а плохо ли то, что скелет или геймплей остался тем же самым? Я думаю, очень многие искренне полагают в духе, вот бы старым добрым Корсарам, графику и движок получше. Я не берусь оценивать такую консервативную точку зрения, повторяю уверен в многочисленности ее приверженцев, но я ее лично не вполне разделяю. Тем более, что, как я его вижу, все развитие этого самого явления Корсары так и шло именно в году этой точки зрения, не по пути совершенствования геймплея, а по пути наращивания мышцы на этот самый скелет. Ну и тем более, что отчасти это, конечно же, оправданно. Мы сейчас можем наблюдать, что, к примеру, вот в ПКМ фехтование состоит только из одного удара и блока. Напомню, что в Корсарах Каждому Своё оно состоит из четырех видов ударов, двух видов финтов и блока. В общем, после Корсаров Каждому Своё с этим разнообразием в игру, где фехтование состоит из одного удара и блока, я лично играть не буду. Я могу пройти сюжет ради любопытства, но играть я в эту игру не буду точно. То же касается и морских боев. В общем, следует отметить, что если в плане самого геймплея или скелета эти игры, если не похожи, то практически идентичны. Сюжет мы здесь выносим за скобки. То вот с точки зрения, конечно, мышечной массы, это игры совершенно разного порядка и совершенно разного уровня. Пираты Карибского моря мне прежде всего интересны как исходная точка, с которой по большому счёту началось это самое явление Корсары. И который, соответственно, последующие, если не все, то большинство частей пыталось подражать. И Корсары Каждому Своё, на мой взгляд, здесь совершенно не исключение. И на этом, я думаю, общую вступительную часть я закончу. Прерву запись. В общем, с Хатчером Натаниэль договорился, что они прекратят метелить друг друга только тогда, когда Хатчер наконец-то победит. Но у меня, честно говоря, большие сомнения, что у Хатчера есть хоть какие-то шансы, хоть с сотого, хоть с двухсотого раза победить Натаниэля. А тем не менее, их сладко продолжается. И я включу запись чуть попозже. Я возобновил запись после долгого однообразного махания саблями, в рамках которого Хатчеру так и не удалось ни разу победить Натаниэля. И, в общем, хочу сказать ещё пару слов по поводу этой серии или этих серий, я уж не знаю, и по поводу самой игры. Ну, во-первых, эти серии или, опять же, эту серию я буду называть знакомством, так как прохождением, естественно, я это назвать никак не могу. Ни разу в неё не играл, и, соответственно, ничему научить никого, я думаю, что не смогу точно. Игрой я это назвать не могу по обозначенным выше причинам, так как, в общем, я не столько играю, сколько знакомлюсь, опять же. И слово летсплей для меня это вообще загадка, оно мне не очень нравится, поэтому так же называть этим словом не буду. В общем, я знакомлюсь с пиратами Карибского моря, и также надеюсь, что это знакомство будет вызвано не только любопытством, но и удовольствие может принести. Я уже, признаюсь, немного залез в эту игру, и увидел, что кроме очень приличной графики, которую я отмечал раньше, эта игра содержит очень интересные локации. Прежде всего, городские локации, очень они мне понравились. В отличие от третьих корсаров, города здесь состоят не из одной локации, если, конечно, не считать подземелья, а сразу из нескольких. В общем, игра, как ни странно, не лишена эстетики, и от этого тоже можно получать, соответственно, удовольствие. Ну и главное, конечно, очень много лестных комментариев в адрес именно сюжетной линии этой игры. Я так понимаю, что эта игра, прежде всего, и есть сюжетная линия, и мне хочется оценить, насколько эти лестные отзывы, скажем так, совпадут с моим мнением. Мы видим, что в результате этого махания Нотаниэль увеличивает свой навык фехтования до 7, а также получает возможность взять две способности. Берем навык продвинутой защиты. Профессионального фехтовальщика не получить без критического удара, значит, берем еще и критический удар. Навык продвинутой защиты, я так понимаю, на 50% увеличивает вероятность блокирования ударов противника, так как блокирование, я так понимаю, здесь практически наше все в плане защиты. И на 20% сокращает урон, получаемый Нотаниэлем. А критический удар, соответственно, дает 5% вероятность нанесения критического удара Нотаниэлем. Так или иначе, Нотаниэль становится уже фактически продвинутым бойцом, прям вот с первого эпизода этой игры. Но я думаю, что в данном случае я критиковать за эту игру точно не буду, потому что для меня это знакомство, и это будет прежде всего прохождение сюжетной линии. И я как раз совершенно не хотел бы здесь заниматься какими-либо прокачками, признаюсь честно. Далее я специально не пропускаю ту расшифровку навыков, которые может получить Нотаниэль, которую дает Малькель, начиная с авторитета и заканчивая удачей. Вы можете почитать, с чем связаны эти умения. Для меня, в общем, это не является какой-либо новой информацией. Я подозревал, что оно так и будет. Хотя я пока не знаю, как здесь работает найм офицеров и их способности, потому что здесь, я вижу, нет никакого различения между личными и корабельными способностями. Здесь это все способности именно Нотаниэля, ничем не различающиеся. Но я думаю, с этим как-нибудь разберемся. Нотаниэль сейчас выслушает все об умениях, о навыках. И далее, я так понимаю, здесь надо будет выполнять начальные знакомительные квесты. Они связаны прежде всего с тем, что Нотаниэлю надо будет обходить по городу первому. Там нужно будет продать товары, купить трубу, нанять команду, починить корабль. Я не стал включать все ухождение Нотаниэля за Мальклевым хатчером по всем точкам и выполнению всех начальных заданий. Сейчас Нотаниэлю предстоит выполнить только последний из них, а именно починить свой корабль. Для этого он разговаривает с корабелом, перфи. Также видим, что это стоило больших денег для начала. У Нотаниэля осталось больше тысячи. Также в судовом журнале отражается, что Нотаниэль уже выполнил все начальные задания. Ему предстоит, я так понимаю, своего рода прощальный разговор с этим Мальклевым хатчером. Так как тот просит отпустить его на берег, Нотаниэль не против. И хатчер дает последний совет Нотаниэлю. А именно взять денег уреступщика, купить здесь шелк или сандал и продать его в Редмонде. В Редмонд, в этот город, Нотаниэль должен плыть в любом случае по сюжетной линии. Поэтому, я так понимаю, что его туда и отправляют на берег. Также хатчер дает последний совет по поводу управления кораблем, стрельбы из пушек и абордажа. И после этого они с Нотаниэлем прощаются. Хотя, я так понимаю, хатчер останется в этом городе, с ним можно будет еще общаться. Зачистив близлежащие джунгли от бандитов и заброшенную шахту от нечисти, Нотаниэль получает бритюрский пистолет и фальчон. Оружие намного лучшее, чем то, которое у него было первоначально. Я так понимаю, что здесь холодное оружие имеет две главные характеристики. Это способность пробивать чужие блоки и ставить свои. Также Нотаниэль продолжает прокачиваться. Теперь у него есть еще два умения и одна способность. Продолжаем прокачивать фехтование до девяти. А способность, естественно, возьмем профессионального фехтовальщика. С этой способностью удары Нотаниэля не могут быть заблокированы. Он теперь может наносить критические удары с вероятностью 25%. И урон ему теперь сокращается на 40%. Замечательно. Далее Нотаниэль идет к местному торговцу, чтобы купить сандал и продать его потом в Редмонде. К ростовщику Нотаниэль не пошел. Так как он посчитал, что у него тоже достаточно денег и без ростовщика. И видим, что действительно Нотаниэль без всякого ростовщика может купить, под завязку забить свой трюм этим сандалом, чтобы вести в Редмонде. И вот Нотаниэль отплывает из Огсбея, из начального порта. Отплывая, видит, что на него нападает французская эскадра. За Нотаниэлем они не гонятся, так как он их не интересует. Теперь нужно плыть в этот Редмонд не только для того, чтобы продать сандал, но и для того, чтобы предупредить тамошнего губернатора Сайлхарда о том, что напали французы. Видим, что Нотаниэль попадает в шторм недалеко от этого Редмонда. Шторм здесь реализован интересно. Хорошая музыка, атмосферно все очень. Также на Нотаниэле идет опыт заплавания в этом шторме, что тоже существо. Правда, денег больших стоит чинить эти корабли, это я уже понял. Ну вот, шторм наконец-то закончился. Теперь, я так понимаю, здесь есть быстрый переход. Узнаю Корсары. Теперь нужно сначала идти в магазин, а потом уже к этому губернатору. Соответственно, переходим по быстрому переходу. Но, к сожалению, останавливают здесь Нотаниэле. Что-то должно произойти, я в общем знаю, что. Посмотрим пока судовые журналы. Там отражена как раз эта информация. А также есть интересное пояснение, что Нотаниэль заметил, что еще какой-то парус уплывал перед французскими кораблями. Этот самый Редмонд состоит из нескольких локаций. Вот Нотаниэль наконец-то добрался до локации, где и магазин, и резиденция фактически напротив друг друга. Теперь у Нотаниэля задача продать сандал, который он привез с Оксбея. Видим, что Нотаниэль действительно с выгодой продает этот сандал. Он заработал, я так понимаю, где-то 500 монет на этой торговой сделке. Далее Нотаниэль пытается пробиться к губернатору Сайлхарду. Сначала его не пускают, но наконец-то услышав, что у Нотаниэля информация о нападении французов, караульный угомонился, отпускает его к губернатору. Здесь он лицом к лицу сталкивается с Раулем Реймсом в приемной губернатора. И далее идет на доклад. Сообщает ему пренеприятнейшее известие о том, что на Оксбей напала французская эскадра. Сначала Сайлхарт думает, что это именно пираты, а не французы, а Нотаниэль его переубеждает. И далее следует неприятный оборот для самого Нотаниэля. Сайлхарт объявляет, что он теперь будет конфисковывать частные суда для того, чтобы воевать с французами. И судно Нотаниэля он тоже конфискует. Нотаниэль ему предлагает компромиссный вариант. Он предлагает ему вариант, в рамках которого он сам поступит к нему на службу вместе со своим кораблем. Сайлхарт соглашается. Ну, естественно, грозит, что если Нотаниэль его обманет, то за ним мог будет гоняться вся английская эскадра. Далее он дает первое задание Нотаниэлю. Ему нужно пробраться в этот самый Оксбей и узнать о планах французов, что они собираются делать. Нотаниэль задает вопрос, что насчет оплаты, на что Сайлхарт говорит, что никакого аванса не будет. Нотаниэль отвечает, что это не будет сильно стимулировать его рвение в этом задании. Ну, в общем, так или иначе, Нотаниэль, естественно, соглашается. У него нет другого выхода на это задание. Теперь ему нужно плыть в этот самый Оксбей, пробираться в этот уже захваченный французами город и узнавать о их планах. В общем, достаточно долгий диалог. Ну, вот он. наконец-то закончился. Я надеюсь, вы его могли прочитать, если было желание. Теперь смотрим судовой журнал. Там, собственно, отражена эта информация о том, куда и для чего нужно теперь плыть на Таниэль. Таниэль отправляется обратно в Оксбей для того, чтобы разведывать ситуацию. Вернее, заранее скажу, что, естественно, в Оксбей он теперь попасть не сможет с моря, так как этот порт захвачен. На том же самом острове есть второй порт, называется Гринфорд. Именно туда, собственно, и направляется на Таниэль, если быть точнее. И уже из этого Гринфорда ему следует отправиться в Оксбей через джунгли и пробраться туда тайком, естественно. Видим, что здесь отражаются вражеские корабли. И вот Натаниэль в Гринфорде собирается отправиться через джунгли в Оксбей, как я уже сказал. И вот выход в джунгли. Натаниэль отправляется через джунгли. Естественно, здесь скорее всего будут бандиты. Ну, а напомню, что Натаниэль теперь опытный фехтовальщик. Профессиональный, я бы даже так сказал. Никаких проблем. Я думаю, что с никакими бандитами у него не будет. Система бандитов здесь несколько другая. Я так понимаю, они могут появляться по нескольку раз в одних и тех же локациях. Точно так же, как и скелеты в подземельях. и пещерах. Указатель указывает соответственно, куда надо идти к Оксбе. Но здесь надо идти просто прямо. Прямая дорога. А вот пираты. Не пираты, а бандиты. Хотя я не очень знаю, какая разница между бандитами и пиратами. Но все-таки это бандиты. Пираты это все-таки морские бандиты. Этсбе пираты. Одному конец, второму конец, третьему конец. Дают очки опыта, естественно. так вот исходя из того что эти бандиты и скелеты появляются в неограниченном количестве этих локаций тут конечно можно неограниченно качаться в этих джунглях это отличает конечно пкм от корсара в каждом слое ну вот и выход джунглей уже из Оксбея кстати вот этот форт гринфорт на глобальной карте по нему никак не отражается там двое стражников ну что ж будем с ними разбираться Натаниэль подходит к этим двум французским стражникам говорит им что он местный житель с другого конца острова с гринфорда но это им без разницы на самом деле кто местный житель или нет они его обвиняют в том что он весь шпион нет в пользу англичан что естественно верно заканчивается все это естественно боем кто бы сомневался ну в общем для Натаниэля не проблема с ним разобраться теперь Натаниэль идет в сам город стражники на воротах не обращают на него никакого внимания теперь еще надо вспомнить где находится эта самая таверна именно туда Натаниэль отправляется здесь магазин поворот а таверна вот здесь как это водится в Корсарах если надо что-то узнать выведать спросить первый объект для этого товарища именно к нему обращается Натаниэль он не сильно кого-то напоминает этот товарищ ну да ладно естественно тут сообщают что французы грабят и бесчинствуют все жители этого Оксбэя просто молят бога чтобы эти французы наконец отсюда убрались в этой игре вообще большие диалоги что естественно хорошо есть что почитать ну в общем в сухом остатке Хоук сообщает этому товарищу что его послал Сайлхард товарищи тут же высказывает свою полную лояльность к Хоуку и говорит что он готов всяческим помогать от товарища Хоук узнает две важные вещи первое то что у французов не хватает людей они готовы нанимать многих с большие деньги второе что судя по всему эти французы ждут какой-то корабль со снаряжением и без этого пока этот корабль не пройдет они тоже из этого Оксбэя не уйдут на новые дела и свершения пожалуй именно вот эти два пункта являются важными все остальное это подробности естественно у Хоука возникает план подпоить местного офицера который здесь сидит в таверне он хочет чтобы этот товарищик за бесплатно начал спаивать этого офицера товарищик этот конечно готов всячески помогать английским властям но точно не за бесплатно за бесплатно он это делать не собирается ну план естественно понятен так как нанимают эти французы людей Хоук хочет сначала напоить офицера потом прикинуться желающим наняться к французам и под это дело выведать этого француза нужную ему информацию ну вот диалог наконец-то закончен с этим товарищи смотрим журнал ну и в общем пожалуй все таки Хоук себе немного глистит этот план все таки у него совместный с этим товарищиком который ему подкинул очень ценную информацию по поводу того что французы нанимают людей это можно использовать Хоук подходит к французскому капитану и говорит что он хотел бы наняться к французам на службу Валентин Массани как зовут этого французского капитана отсылает его к вербовщикам но Хоук говорит что он не матросом собирается наняться а штурманом так как он замечательный штурман оказывается что это Массани при штурме Оксбэя убила как раз штурмана и он с удовольствием принимает предложение Хоука дальше они выпивают и Хоук предлагает отправиться к своей тете с племянницами естественно разгоряченный Массани соглашается дальше они подходят к городским воротам и Массани говорит чтобы их пропустили но план Хоука понятен надо заманить Массани в джунгли и выбить у него нужную информацию хотя в общем Массани уже ему сказал что ждут они эту лоханку которая должна привести боеприпасы чтобы выйти в море но я так понимаю что Хоуку нужно подтверждение ну и вот когда они подальше отошли от стражи собственно Хоук раскрывает карты дальше этого Массани можно убить а можно отпустить после того как он собственно раскрывает информацию о судне и месте базирования этого судна Хоуку выбирает убить в этом случае он снимет с этого Массани документы которые стопроцентно будут свидетельствовать о том что этот корабль называется птица и находится он сейчас в поле де фляр ну видим что соответственно подбегает стража два страшника также надо в этом случае переделать ну вот Хоук добился того что теперь он точно узнает с подтверждением получается надо плыть в этот порт поле де фляр и собственно топить этот корабль птица ну я так понимаю что прежде всего нужно плыть к Сайлхарду чтобы сдавать им это задание и услышивать его следующие инструкции также видим вот документы которые снимается на Сайлхарду Натан уже в порту Гринфорда и отплывает в Редмонд чтобы докладываться Сайлхарду в общем это задание даже в деталях совпадает с заключительной частью карибских нравов в Корсарах каждому свое явно именно это задание скажем так навеяло идеи создать карибские нравы в том виде в котором мы их знаем по крайней мере у меня такая гипотеза в общем задание достаточно интересное на самом деле но там ушло пиратов и вот он уже в Редмонде там надо было топить испанский барк с порохом здесь надо будет топить французский барк но забегая несколько вперед здесь задание будет более скажем так изощренным но вот Натан разговаривает уже с Сайлхардом на этот раз быстрый переход сработал в резиденцию собственно он докладывает что пока не прибудет эта птица не прилетит в Оксбей с порохом эти французы не двинутся на Редмонд естественно нетрудно догадаться что этот губернатор Сайлхард дает Натану задание ликвидировать эту самую птицу фалле де флер и также платит 3 тысячи Натану за выполненные задания что ж неплохо я уж не знаю как мы будем проникать в этот фалле де флер надеюсь без приключений особо что ж я так понимаю это уже второе задание по этой линейке фалле де флер тут везде снует пиратские корабли вообще то я так понимаю это французский должен быть порт сейчас посмотрим работает ли быстрый переход и видим что Хоук может причалить в этом порту видимо он все таки не французский его встречает Фауст в Гаске это матрос как раз с этой птицы он предлагает разнообразные услуги Хоуку говорит что они уже давно стоят здесь ожидали хобойное судно Хоук за небольшую плату получает информацию что это судно уже прибыло оно сейчас под погрузкой и в общем скоро они уже выходят в море дальше есть варианты что спрашивать в этого самого Фауст в Гаске я выбираю спросить где находится капитан и этот Фауст в Гаске говорит что скорее всего его следует искать в таверну ну и соответственно Хоук отправляется в эту таверну разыскивать этого капитана и каким то образом договариваться или устранять его и занимать его место в этом состоит план Хоук далее Хоук естественно идет в таверну где надо расспрашивать этого товарщика теперь о капитане который прибыл сопровождать Барк и после того как Хоук делает заказ этот товарщик разговорился и говорит что этот капитан он наверху естественно Хоуку надо идти наверх и разбираться с этим капитаном напомню что его задача то есть Хоука это заменить этого капитана и вопрос только в методах как это делать можно предложить ему денег можно запугать или убить если он не испугается именно этот вариант самый что ни на есть я так понимаю реалистичный и вот он приводится в исполнение Хоуком капитан зарезан теперь нужно найти документы которые дают право на сопровождение Барк и вот как только эти документы найдены в комнату входит товарщик здесь также можно выбирать различные ветки разговора в данном случае Хоук выбирает максимально жесткую он просто говорит что товарщику теперь самому придется побеспокоиться от руки а если он этого не сделает или тем более начнет кричать и распространяться по этому поводу то отправится вслед за ним товарщик естественно испуган и говорит что все сделает в лучшем виде теперь смотрим судовой журнал там написано что теперь надо идти к портовому управляющему получать разрешение на отпустье смотрим вот документы появились я так понимаю это они именно и вот Натан уже в локации порта так как напомню что этот город состоит из огромного количества локаций и порт это только одна из них здесь нужно идти в это двухэтажное здание здесь находится портовый управляющий с которым нужно приговорить Натану чтобы получить разрешение отбыть вместе с сопровождаемым банком из этого порта портовый управляющий говорит что у него масса дел и в общем он особо не проверяет документы и легко дает разрешение Натану смотрим судовой журнал но в общем дело уже в шляпе практически теперь остается найти капитана его искать не надо он сам что называется на ловца бежит Натан с ним говорит ставит его в известность что разрешение на отправление уже получено и надо куда отправляться и вот Натаниэль отправляется сопровождать этот самый барк птица теперь собственно задача выйти подальше и уничтожить этот барк видим что видимо недалеко отошли поэтому этот барк еще не становится враждебным надо отойти подальше от этого острова естественно лучше выбирать день для войнушки но что касается графики морских сражений то конечно она уступает корсаром каждому свое собственно это я думаю упоминать даже не стоит это понятно но тем не менее она в общем вполне даже сверпристойная на мой взгляд естественно хоук сразу стремится идти на абордаж так как его то главное преимущество это он сам который может положить всю остальную вражескую команду в общем своеобразные здесь абордажи я бы скажу ну вот абордажный поединок выигран я так понимаю хоук просто уложил трех противников ну что ж вообще мне эти абордажи нравятся в том смысле что здесь судя по всему я сделал правильный выбор в пользу сильного фехтовальщика один хоук собственно здесь все решает теперь надо поискать сундуки где они здесь находятся напомню что я никогда не играл в эту игру поэтому не знаю никак не знал теперь уже никак проходит абордажи где находятся сундуки ну что ж впечатление в общем конечно это не корсары каждому свое это ж понятное дело но с другой стороны на мой взгляд все очень даже пристойненько но графика вполне себе конечно народу хотел бы побольше все таки а то не выглядит это сколько нибудь реалистичным естественно ну что похоже все итак естественно взять этот корабль Натаниэль не может но он может обменять свой корабль на этот барк я думаю что именно это мы и сделаем ну во первых во вторых этот барк может нести большую команду естественно больший трюм поэтому хоук выбирает этот барк и топит соответственно свой люгер теперь надо товары я так понимаю перегрузить перегружаем все товары ну и собственно уходим теперь задача плыть в Redmond сдавать задание губернатору мы выходим на глобальную карту к сожалению за нами тут охотятся я так понимаю это французы надо заплатить матросам кстати сумма совсем небольшая к сожалению плывем в обратном направлении к тому которое нам нужно к Redmond ну вот наконец-то отделались от французов и пиратов я так понимаю а вот тут еще одни пираты это французы это французы в тюрьме это французы а ну в общем на там уже выполнил два задания губернатора и вот он собственно приплывает к Redmond подплывает вот вот на там уже в Redmond видим что задание выполнено будем отсчитываться и на этом я эту первую не знаю последнюю или серию буду заканчивать спасибо за просмотр пока пока